Каждый год условия получения меняются, но в целом все следят за одним. С какой суммы можно получить возврат? Социальные вычеты даются за любые платные услуги лечения и обучения. На обучение ребенка было 50 тысяч, была сумма вычета 50 тысяч, стало 110. То есть максимально можно было вернуть 6500, сейчас можно вернуть максимально 14300. Также изменилась сумма социального вычета на свое обучение, лечение. Она была максимальной 120 тысяч, стало 150, то есть вместо 15600 можно вернуть 19500. В общем, схема получения вычета такова. Вы берете справку там, где вам оказали услугу. Заполняйте декларацию по форме 3НДФЛ. Слово «декларация» звучит угрожающе, попотеть действительно придется, особенно в первый раз. Но на сайте налоговой много толковых подсказок. После готовой декларации прикрепляете сканы документов и сдаете все через личный налоговый кабинет. Далее уже налоговый инспектор проводит камеральную налоговую проверку декларации, подтверждает вычет. В декларации также налогоплательщик указывает реквизиты для перечисления денег. И после этого, после проверки, получает деньги. Средние где-то около 20 дней уходит на проведение проверки. Одна из частных клиник Одинцова, управляющая Ольга Белова, рассказывает, три года назад справки для налоговой брал в лучшем случае каждый десятый пациент. Сейчас это делает практически 90%. Люди вошли во вкус. Получение справки занимает до двух дней. Порой ты думаешь, что человек очень состоятельный, ему эта справка вообще не будет нужна. А он приходит даже ради 500 рублей. Вот он, допустим, начинал лечение в 21-м году, снимок сделал, 500 рублей. В 22-м сделал имплантацию, например, и он и за тот год возьмет, и за этот. Поэтому тут к социальному уровню это никак не относится совершенно. А может, он поэтому и богатый? Может быть. Социальные налоговые вычеты – это не только про проценты, рублей или справки. Социальные налоговые вычеты – это про то, что государство поощряет вас заботиться о себе, лечиться, учиться, повышать свой уровень благосостояния. Но при одном условии – если вы получаете официальную зарплату. Тимур Гассин, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».